Завтра, 15 августа, исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося ученого кораблестроителя, академика Алексея Крылова. Накануне знаменательной даты глава Чувашии встретился с ведущими российскими конструкторами судостроения, руководителями отраслевых предприятий. Президент Российского научно-технического общества судостроителей имени Крылова Владимир Никитин с делегацией приехал в Чувашию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных дню рождения нашего земляка. Алексей Крылов родился в семье бывшего офицера царской армии в Симбирской губернии, ныне Порецкий район Чувашии. Порецкий район – центр морской подготовки юноармейцев республики. В районной школе создано два морских кадетских класса, один из которых носит имя академика кораблестроителя Алексея Крылова. На родной земле ученого есть музей, посвященный делу всей его жизни. Это имеет огромное значение для воспитания нашей молодежи в вопросах военно-патриотического воспитания, в вопросах любви к земле, к родине. Глава Чувашии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с научно-техническим обществом. Гости, в свою очередь, отметили работу предприятия «Экро» завода имени Чапаева и электроаппаратного. Эти организации уже зарекомендовали себя в судостроительной отрасли. Мы создаем и для государственного обороны заказа, для военной техники, выполняем заказы и с заводом Чапаева, и с другими заводами. На примере электроаппаратного завода создается сегодня система электродвижения для ледоколов. Очень приятно сегодня в докладах, и мы на заводе бываем, что электроаппаратный завод поставил главное распределение щиты на три ледокола мощностью 60 мегаватт, которые в Ленинграде строятся, на Балтийском заводе. И я вот участвовал в комиссии, которую возглавил зампредседателя правительства Юрий Иванович Борисов. В самое ближайшее время, с 2021 года, в стране начнут строиться еще три ледокола уже мощностью 120 мегаватт. 48 метров ширина этого ледокола. То есть он прокладывает сразу канал для того, чтобы мощные ледоколы шли по этому каналу. И я, значит, уверен о том, что именно электроаппаратный завод, надеюсь, завод ЭКРО, значит, они будут поставлять вот это оборудование и для мощных ледоколов. После встречи члены научно-технического общества возложили цветы к памятнику Крылова. Завтра они посетят музей академиков в Парецком районе. Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.